Судьба Московской Олимпиады 80-го года висела на волоске. Она могла не состояться. И не потому, что президент Соединённых Штатов Джимми Картер призвал её бойкотировать. Ещё до его избрания президентом против Олимпийских игр в Москве высказался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. 23 декабря 1975 года в Москве было принято объёмистое постановление Политбюро ЦК КПСС о мерах по подготовке и проведению Олимпийских игр 1980 года в городе Москве. Генеральный секретарь на заседании Политбюро отсутствовал. Пока руководители страны обсуждали подготовку к Олимпиаде, Леонид Ильич находился в охотничьем хозяйстве Завидова. Формально работал над текстом доклада на предстоящем 25-м съезде партии. В реальности ему надоели домашние дела. Он был хорошим семьянином, но переживал из-за проблем, связанных с дочерью и сыном. И дома не было собеседников, не с кем было поговорить. Поэтому Леонид Ильич стремился в Завидово. Здесь собирался ближний круг его помощников, среди которых он чувствовал себя комфортно. Охотничий заповедник стал его вторым домом. Получив решение Политбюро 25 декабря 1975 года, Брежнев продиктовал записку руководителю своей канцелярии Черненко. Константин Устинович, прошу до Политбюро зайти к товарищу Суслову и от моего имени передать следующее. Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спорт-олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса, наверное, надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия. Некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность отказаться от этого мероприятия, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. По этому вопросу я тоже хотел бы знать твое мнение. Кроме колоссальных расходов, в этом деле есть и такой вопрос, что из опыта проведения подобных олимпиад в прошлом могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. Следует вспомнить при этом ФРГ и другие места. А в отношении Советского Союза, думаю, что наши враги особенно постараются в этом. Если на этот счет у тебя тоже есть сомнения, может быть, сегодня в порядке обмена мнениями затронуть этот вопрос на политбюро? Что же произошло? Отказ от Олимпиады означал бы громкий международный скандал. И Брежнев был готов пойти даже на это. При подготовке отчетного доклада к съезду партии в Завидово, вспоминает один из участников обсуждения, зашел разговор об Олимпийских играх в Москве. Кто-то стал напористо доказывать, что это не ко времени. В стране столько проблем, а придется выбросить 4 миллиарда рублей и тому подобное. Рассуждения произвели впечатление на Леонида Ильича. Он решил отказаться от Олимпийских игр, как ненужной траты денег. Мнение генерального секретаря почти всегда было решающее. Никто не смел ему возражать. И все же его переубедили. Кому же это удалось? Брежнев объяснил своему окружению. Поздно. Мы уже дали обязательства. Игнатий 40 с лишним стран объехал. Игнатий – это заместитель председателя Совета министров СССР по строительству. Игнатий Трофимович Новиков. И по совместительству земляк, однокашник и ближайший товарищ Леонида Ильича. Московская Олимпиада стала возможной только потому, что нашлись люди, которые страстно хотели провести игры в нашей стране. Москва выдвигала свою кандидатуру еще в 1970 году на право проведения игры. 21-й Олимпиады 1976 года. Но во втором туре голосования выиграл Монреаль. Говорили, что московская заявка поступила позже других. В нашем спорткомитете были вне себя от гнева и возмущения. Тогда мне Павлов, бывший руководитель, сказал, значит, так, надо этот международный комитет до тла вообще, до основания разрушить. И «Советский спорт», по-моему, год почти выступал под рубрикой. Была рубрика такая «Мог под огнем критики». Что только не писали, что это клуб зажравшихся, в общем, аристократов, буржуев и так далее. Я, конечно, не подозревал, что через год мне придется самому войти в этот, стать членом этого клуба. Вот, потом одумались и стали серьезно, а потом просто, как говорится, благодарили судьбу за то, что мы проиграли, потому что мы явно не успели бы к 1976 году. Поэтому это была продуманная. Нет, там были люди, которые понимали. Ну, это Яковлев, вот, в первую очередь, Александр Николаевич. Александр Яковлев – это будущий соратник Горбачева, идеолог перестройки, человек, который решился выступить против догм и канонов. А в начале 70-х он руководил отделом пропаганды ЦК КПСС. Среди прочего ведал и спортом. Яковлев и позаботился о том, чтобы в высшей степени неспортивное Политбюро предприняло еще одну попытку. 7 сентября 1973 года на заседании Политбюро было принято решение выдвинуть Москву в качестве кандидата на проведение 22-х летних Олимпийских игр 1980 года. На сей раз Москва первой подала заявку. Лос-Анджелес соперничать не смог. 23 октября 1974 года 75-я сессия Международного Олимпийского комитета в Вене проголосовала за наш город. Конечно, страна была готова провести гигантское спортивное мероприятие и взять ответственность на себя. Тут все совпадало. Великая спортивная держава, потрясающее выступление на всех Олимпийских играх, начиная с Хельсинки, Мельбурн и так далее. Прекрасное выступление на всех чемпионатах мира, различных чемпионатах мира по разным видам спорта. Поэтому с такой страной не считаться нельзя было. И желание нашей страны провести Олимпийские игры в Москве, конечно, было с воодушевлением встречено. Я даже думаю, что когда это решался вопрос в Международном Олимпийском комитете, лорд Келанин возглавлял его, особой борьбы, в общем-то, не было. Президент Международного Олимпийского комитета британский лорд Келанин приехал в Москву. Глава правительства Алексей Николаевич Косыгин был по характеру сдержанным, внешне мрачноватым, зря тратить деньги не любил. Косыгин начал со слов. Господин президент, если бы вы знали, какая это главная была делать в Олимпиаду, мы бы ни за что за это не взялись. Взялись бы, конечно, взялись. Вот приезда Свесаренович Сталине, он говорил, да, можно было поехать за границу на какой-нибудь матч, на турнир, но только если вы гарантируете, что победите, или, по крайней мере, выступите достойно. А кто же это гарантирует? Вот и вдруг, 52-й год, да, вот в Хельсинки поехали первый раз на Олимпийские игры, это был не неуспех. Советская спортивная наука и журналистика, они характеризовали это как со-победу с американцами по очкам. По медалям там, конечно, был существенный разрыв, но это был бесспорно фантастический успех. И ах, какое удивление для всего мира, вот так, как хоккеисты, когда в 72-м году, помните, наша сборная поехала в Канаду, и профессионалов первую же игру обыграли. И после этого, может быть, хоть на корячках, вы ползали на лед, уже свое сделали, ребята, вы сделали, понимаете. Вот это вот, ах, удивление, что же такое происходит? Вот, а идеологи, вот все эти Михаила Андреевича, они почувствовали, что вот оно, вот где можно утверждать это. Формирование Оргкомитета Московской Олимпиады началось в 1975 году. Первое заседание Оргкомитета провели 7 марта 1975 года, за 5 лет и 4 месяца до начала игр. Все готовил небольшой поначалу аппарат. Марат Владимирович Грамов, заместитель заведующего отдела пропаганды. Это целый сектор спорта в ЦК партии. Это весь комитет по физкультуре. Ну вот, ваш покорный слуга тоже был к этой работе, в общем, привлечен. И когда все это документально, это все было оформлено, то тогда был назначен Игнатий Трофимович Новиков, как председатель Оргкомитета. Он, конечно, выдающийся строитель, в общем, выдающийся по человеческому качеству, выдающийся человек. Игнатий Трофимович Новиков родился на две недели позже Брежнева, в том же поселке Каменском Екатеринославской губернии, ныне город Днепродзержинск. И вместе с Леонидом Ильичем учился на вечернем отделении Металлургического института имени первого руководителя каменских большевиков Михаила Арсеничева в Днепродзержинске. Институт, как выразился потом многолетний помощник Брежнева Виктор Андреевич Голиков, был не ахти какой. Зато стал кузницей брежневских кадров. Игнатий Новиков строил электростанции, Хрущев сделал его сначала министром, потом заместителем главы правительства. Новиков отправил в Монреаль 80 человек-наблюдателей. Людей, которые только что пришли работать в Олимпиаду 80. По тем временам для выезда за границу в КАП страну как минимум 11 месяцев ты должен работать в организации, чтобы получить в парткоме характеристику. А тут все вот, я пришел месяц как. Все с чемоданами сегодня вот пришли на работу, потому что в час дня самолет, а решения инстанции, когда договорили, еще нету. Как и БССР, это называется. Новиков позвонил Андропову и сказал, под мою ответственность. Что такое в то время? Под мою ответственность. И нас всех выпустил. Все вернулись. Наверное, все-таки решающую роль играла его близость к Леониду Ильичу. Все знали, как к нему относится генеральный секретарь, понимали, что Новиков всегда может напрямую обратиться к Брежневу. Он очень уважительно относился к Леониду Ильичу. Вот этих отношений, того, что они сидели за одной партой, в одних штанах практически выросли, этого не было. Было огромное уважение и соблюдение дистанции. Он не афишировал это дело, но я понимал, что он регулярно с ним общается, наверное, в неофициальной такой обстановке, и докладывал о ходе подготовки и так далее. Единственный, кто был против Олимпиады, это был самый главный идеолог страны, Михаил Андреевич Суслов. Вот этот вот застегнутый человек, который сам не жил и другим не давал, вот он был против. Чертова знает, чего он боялся. А подготовка Олимпиады требовала новых подходов. В составе оргкомитета образовали управление экономической программой. Этих людей называли «наши миллионеры». Они должны были зарабатывать на Олимпиаде. Это что такое в ЦК КПЗ прийти и объяснить то, что мы сами не очень понимали слово «спонсор». Это сейчас теща моя перед смертью, до этого мы всю жизнь ругались, а потом стал вставать от себя на днях рождения и говорить, спонсор мой, спонсор. А вот тогда что такое лицензионно-коммерческая деятельность? То, за что сажали в советское время, спекуляции. Одним из первых официальных поставщиков игр стала компания «Адидас». Униформа – футбольные и гандбольные мячи. Британская фирма «Рэнк Ксерокс» предложила особо ценные тогда ксерографические копировальные услуги. Японская «Сони» – проекционные телеустановки. Итальянская «Оливетти» – пишущие машинки. Западно-германская «Даймлер Бенц» – машины. Вот тогда мы завели разговор о всевозможной, так сказать, олимпийской тематике, символике, о возможности продажи продукции с эмблемой. То есть, словно говоря, если часы, к вам, стоили 100 рублей, то часы с эмблемой, они стоили там 115-120 рублей, понимаете? То есть вот такие появились формы, которые в то время, о существовании которых никто и не подозревал, стали выпускать чекань монеты, марки, продукции с символикой. Сегодня никуда, а спорт пойдет. Концерн американца Армандо Хаммера, «Оксидентал Петролиум» и французский банк «Лазар Фрер» были официальными агентами Оргкомитета и Внешторгбанка по продаже за границей олимпийских памятных монет из платины, золота и серебра. Ради этой сделки Хаммер прилетел в Москву на своем самолете. Конечно, упёртость была чудовищная. Вы помните, какие были билеты на стадионы, в театры и так далее. Бумажки, которые ничего не стоило подделать. Поэтому заказали у Кока-Колы билеты на посещение соревнований. Потому что их нельзя было подделать. Там были водяные знаки, олимпийские кольца и Кока-Кола там светилось. Вот. Время, это был циферблат такой, знаете, где часы стали не указаны во сколько и так далее. То есть прекрасный, красивый билет. Гришин просто озверел. Вот. Он тут же обратился к Суслову. Так мало того, что нам сделали эти... Нам ещё заплатили за это дело, за то, что мы эти билеты внедряем, 700 тысяч долларов. Заставили всё это уничтожить. 700 тысяч вернуть. Тогдашние руководители партии и государства были весьма неспортивными. Это и невооружённым взглядом видно. На Ленинских горах соорудили спортивно-оздоровительный комплекс, но сами престарелые члены Политбюро сюда не ездили. Занимались спортом дети и внуки членов Политбюро. Но кто-то из руководителей страны был всё-таки лично заинтересован в высоких спортивных достижениях. Ну, понимаете, Суслов с Кириллёнка, конечно, в теннис не играли, в отличие, скажем, от Бориса Николаевича Ельцина. Но политический смысл того, что будет происходить, конечно, чувствовали и чувствовали неформально. Чувствовали неформально. Потому что если бы не было нажима, не построили бы эти уникальные инженерные сооружения. Они сейчас-то уникальны. Понимаете, а тогда... Дело не в том, чтобы построить там какой-то уникальный, крытый бассейн или там спортивный зал. Драили дома, ремонтировали дороги. Ведь сколько гостиниц тогда было построено? Мы ходили к Гришину, первому секретарю горкома партии. Он говорит, вот в решении Политбюро написано, мы должны принять 100 тысяч туристов, иностранных туристов. А где мы их размещать будем? Весь гостиничный фонд Москвы, около 40 тысяч койко-мест. Это меньше было, чем до революционной России. В чем, знаете, с такими шедеврами, как Заря, Алтай, Восток, вот эти вот гостиницы и так далее. А когда закончились Олимпийские игры, около 80 тысяч. Вернее, к началу Олимпийских игр. То есть мощные были возведены центры, и гостиница «Космос», «Измайлово». Особенно нам, конечно, удалось создание прекрасных спортивных сооружений. Они, конечно, выдающиеся по тем временям, но не сейчас служат. В общем, исправно служат всем нашим спортсменам и артистам. Общественным организациям, где можно там проводить огромное. 30 лет они существуют, ничего с ними не случается. Это все был прекрасный телецентр был построен. Все, что мы сейчас показываем, говорим и видим, это все идет с того самого телецентра. Может быть, он, конечно, сейчас, я не знаю, немножко, наверное, устарел и так далее. Начинка, может быть, другая. Но на самом деле это огромный-огромный был тогда прорыв. На Олимпийском проспекте появился крупнейший в Европе крытый стадион многоцелевого назначения на 45 тысяч зрителей. А рядом плавательный бассейн. Построили общегородской спортивный центр в Крылатском. Грибной канал, велотрек, три круга километр, велотрасса, поле для стрельбы из лука. Большая спортивная арена центрального стадиона в Лужниках стала центром всей Олимпиады. Здесь проходили соревнования открытия и закрытия, соревнования по различным видам легкой атлетики, футболу, конному спорту. Соревнования проходили в вечернее время, поэтому установили четыре мачты с огромным количеством прожекторов с металлогалогенными лампами. Конструкции показали слишком массивными, сделали их более легкими и ажурными. Игнатию Новикову не понравился темный цвет, слишком мрачные и тяжелые, перекрасили в светлые тона. Когда ты молодой, ты не понимаешь, в что ты ввязываешься. Наверное, если бы знал, может быть, не ввязывался, потому что то, что надо было пережить при этом в строительстве. Я всегда помню, как вот именно три года до начала Олимпийских игр одинокий такой экскаватор копал яму через дорогу от старого Останкинского центра. И приехал Мюра-сан, это был вице-президент японской телевизионной компании «Асахи». И он Лапина Сергея Георгиевича спрашивает, у него кабинет из окон был виден, как раз вот там эта стройка, стройка, яму копает этот экскаватор. И Мюра спрашивает, говорит, господин председатель, что там экскаватор делает? Лапин так угрюмо сказал, он копает могилу Юшкевичу. Все боялись опозориться. Все, и в ЦК партии, и в правительстве боялись, что ложанемся. Где-то как-то вообще что-то не сработает на весь мир. Это же Олимпиада прозрачная, все все видят. Поэтому боялись в основном, так сказать, что подведет кто-нибудь. Не вовремя сделает, не то сделает, не так сделает на русской овось понадеется. Контролировали жестко. С самого начала было ясно, что электронику придется закупать за границей. Но Госплан возражал, у нас все есть. Попросите Министерство радиопромышленности, оно же делает вычислительные машины. Министром был Петр Степанович Плешаков. Ну, приехал. Он сидит такой, значит, твердый министр. Вот. Говорим, я говорю, вот надо реализовать систему информационного обеспечения. Он слушал, слушал. Говорит, слушай, это что, должно быть ровно к 19, что ли, июля? И все работать, ну, ты, да, это быть не может по определению. Если вот ты можешь перенести начало Олимпийских игр, в случае чего, то я буду делать. А если не можешь, все. И вот так я обошел, так сказать, министров, ведущих. Отставание страны было очевидным, но признавать этого никто не хотел. Я думаю, что сидели же специалисты там тоже, и они понимали все. Вот. Но перед партией, перед, значит, руководством правительства, говорили, что да, мы можем, но вот что-то такое надо дозакупить. И когда что-то объявлялось, типа, вот, значит, бойкот, сразу эмбарго накладывалось на все поставки. Так, и ощущали, а без этого нельзя было многое, что реализовать. И с нас драли в три дорога, крюком там, через какой-нибудь Инди или чего-нибудь доставляли технику, без которой обойтись нельзя. Это, конечно, грустно было, потому что приносило урон. Ну, в три дорога платить за ерунду. Олимпиада нас поставила на другой технологический даже, можно сказать, уровень. Мы приблизились к мировым таким стандартам. Ну, вот, в части, например, или средств массовой информации. Это создание РИА Новости, прекрасные условия для работы журналистов, прекрасный центр был, пресс-центр, ну, телевизионный, я уже вам сказал. Мы тогда это просто преодолели несколько, извиняюсь, десятилетий. И до сих пор это служит. Никто, я думаю, из профессионалов даже, я думаю, не может жаловаться, что это как-то устарело. С 21 июля по 5 августа 1979 года проходили финальные игры седьмой летней спартакиады народов СССР. Самое крупное и самое массовое спортивное состязание в стране. Вот тогда и опробовали многие спортивные арены и большую часть олимпийского оборудования. И нам оставался целый год для того, чтобы почистить те нерешенные задачи, их было достаточно мало. Мы подготовились полностью и так были уверены в том, что будет хорошо. Уже за год до Олимпиады стало ясно, что сметная стоимость игр вдвое больше, чем записали в 1977 году. И в пять раз больше первоначальной. Сейчас это забылось, но на самом деле многое доделывалось в последний момент. В марте 1980 года, за несколько месяцев до начала Олимпиады, Оргкомитет доложил в ЦК. По состоянию на 1 марта сего года из 97 олимпийских объектов введено в эксплуатацию 48 объектов и 8 пусковых комплексов. Когда развернулся бойкот, то есть нам приходилось это, нас опустили как бы, так сказать, с того уровня, в котором мы находились в 79 году, нам многое приходилось переделывать. Потому что мы лишены сразу были поставок, мы не знали. Нас отказался освещаться NBC, хотя они деньги заплатили, и потом они все деньги заплатили по контракту. И они присылали своих специалистов и наблюдали, чтобы все было по контракту вовремя сделано. Конечно, печально было смотреть, что стояли студии, опечатанные, не работавшие, понимаете, во время Олимпийских игр. Вот. Ну, ощутимый, конечно, был удар, безусловно, но мы выстояли. Вот войск в Афганистан – одна из крупнейших неудач советской внешней политики. Последствия оказались очень тяжелыми. В Вашингтоне опасались, что советские войска не удовлетворятся Афганистаном, и что их подлинная цель – нефтирана. На картах Персидский залив казался совсем рядом – несколько танковых бросков. «Просто осуждения недостаточно», – возмущался президент Джимми Картер. «Советский Союз должен заплатить цену за то, что он сделал. Мы обязаны показать советам, что они не имеют права вторгаться в соседние страны». Белому дому казалось, что бойкот Олимпиады будет наиболее болезненным средством, чтобы дать понять советскому руководству, что ввод войск в Афганистан ему дорого обойдется. «Я уведомил Международный Олимпийский комитет», – сообщил Картер Конгрессу, – «что из-за советского вторжения в Афганистан я возражаю против участия американской команды в Московской Олимпиаде». Олимпийским играм обычно предшествует сессия Международного Олимпийского комитета. Затерянная в лесах деревушка Лайк-Плэсид и стала местом, где принималось окончательное решение быть или не быть Московской Олимпиаде. «Я помню, мы летели в Лейк-Плэсид, 80-й год, зима Олимпийской игры. Прилетаем в аэропорт, значит, огромный плакат. Танк наш, зеленый наш, значит, солдат-танкист из люка наполовину, значит, смотрит как бы вперед. И вместо одной пушки пять и пять колец». На сессии Международного Олимпийского комитета обычно выступает глава государства, который принимает Олимпиаду. Картер прислал вместо себя госсекретаря Сайроса Вэнсона. Вечером церемония открытия сессии Международного комитета. Мы там должны быть. К нам приходят и говорят, извините, мы просим вас понять нас правильно. Не ходите на церемонию открытия. На церемонию приедет госсекретарь Вэнс, но только что по каналам информационным распространили текст встречи Вэнса. Для вас она будет оскорбительной. Вы не сможете там сидеть. Вам лучше остаться. Обычно глава государства или лицо его замещающее говорит какие-то комплементарные произносит речи в адрес Олимпийского движения, Олимпийских ценностей и так далее. А тут этот человек сразу с места в карьер. Агрессия, нападение, война, Афганистан, советская политика и так далее. Через какое-то время открывается дверь и выходит Смирнов, тоже красный, тоже разгоряченный. И так вот, почему, что глаза слезятся. Он вышел, он говорит, я по-настоящему понял, что такое рыцарство в жизни и на деле. Говорит, Келанин объявил вопрос, поднятый американской делегацией, бойкот Олимпиады-8. И первым стал, даже если я вас спрошу, вот 16 раз догадаетесь, то вы бы не догадались. Саид Ваджитали, пакистанец. Дядка, на котором колпак такой. Длинные волосы. Усы, вот я не привлечу, вот такой вот толщины, вот такой длины вот усищи. В цветочке рубашка вся в сборочках и такая жилетка сверху. И шальвары тоже в цветочке, и широкий пояс. Вот этот живописный дядька пожилой, с красивым лицом, с мудрыми такими индийскими глазами. Ну, дядька, вступая в Международный Олимпийский комитет, каждый из нас давал слово, и сегодня пришел тот день, когда мы должны его сдержать. Даже сейчас не могу. И единогласно. Включая членов МОК для Соединенных Штатов Америки, МОК проголосовал за сохранение игр в Москве. Международный Олимпийский комитет, заявил лорд Келанин, не может разрешить политические проблемы мира. Но призывает правительство всех стран, и в частности правительство великих держав, встретиться для разрешения разногласий. А я, как президент МОК, и все члены сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь в этом. Чтобы игры 22-й Олимпиады могли состояться в соответствующей атмосфере. Двое руководителей Американского Олимпийского комитета пришли к Игнатию Трофимовичу Новикову в номер. Разговор не клеился. И вдруг Новик говорит, господа, ну если бы мы к вам пришли, вам бы надо было что-то говорить, вы ко мне пришли. А у русских все, наливай, ну что ты сидишь? Я начинаю наливать, говорю, ну что ты? Ты наливай по-людски, как у нас положено. Я говорю, полные стаканы водки. У Новикова за здоровьем было очень плохо. Он поднимает стакан, говорит, я пью за то, что вот когда это прошло, пройдет, чтобы могли еще более спокойно встретиться. И сделать все, чтобы никогда больше ничего не было такого, что мешало бы развитию какого-нибудь гуманных принципов Олимпийского движения. И он берет этот стакан, американцы смотрят на стакан водки, но это практически на тот свет, как пожизненный приговор. А он раз, выпивает, крепнул стакан, но, но, мы все дружно выпили, американцы выпили, захорошели. И ни слова о бойкоте, ничего. Когда сессия единодушная приняла решение поддержать игры Московской Олимпиады, что бы ни произошло, Московская Олимпиада состоится. Мы уже спокойно совершенно работали. Мы просто здесь развернули борьбу за то, чтобы ослабить прессинг со стороны американской администрации на другие страны. Вот, и нам это, надо сказать, удалось. Приехали австралийцы, приехали англичане, приехали африканцы, приехали многие представители других стран. Некоторые страны воспользовались ситуацией, говорят, да, мы приедем, но вы оплатите проезд там и так далее. На это, на это тоже пришлось пойти. Вот, но уверенность у нас уже была такая твердая совершенно, что мы сможем провести Олимпийские игры. Правительство Федеративной Республики Германии рекомендовало Национальному Олимпийскому комитету отказаться от поездки в Москву. 15 мая западногерманские спортсмены присоединились к бойкоту. Их примеру последовали Норвегия, Лихтенштейн, Монако. Отказались приехать японские спортсмены. Не было таких настроений, да все равно приедут, или да все равно у нас там все получится. Вот все, что касалось строительства, подготовки, тут не было сомнений. Обеспечение вопросу безопасности, которым занимался Филипп Денисович Бобков, он потрясающий, он это выполнил. Все у нас без сучка и задоринки это все прошло, хотя все было не так как бы просто. Но, то есть, каждый отвечал за свой участок так, но если бы это, ставили бы оценки, то это было бы, конечно, 5 с плюсом. Вот по-другому нельзя было. Мы думали, что мы все рекорды побьем. Олимпийская деревня была рассчитана на 140 стран, на 140 делегаций. Рекорд был в Мюнхене 124 страны. Вот у нас такой был расчет на 13 тысяч спортсменов, а готова она была на 15 тысяч. То есть, мы думали, что это будет самое... Конечно, расчарование большое, знаете, как, так сказать, хозяева, которые готовят большой стол праздничный, а к нему гости не все являются. Приехали команды из 81 страны, около 6 тысяч спортсменов. Самые счастливые увезли с собой 135-граммовую позолоченную медаль, высшую награду игр. Субтитры создавал DimaTorzok